Впервые в рамках программы по профориентации на нашем предприятии со знакомительной экскурсией побывали учителя химии и руководители нескольких школ города. Знакомство с предприятием у учителей началось в музее трудовой славы завода, где гостям рассказали об истории строительства, развитии и становлении химического гиганта, о самых важных вехах в истории нашего предприятия. Учителя интересовались социальными гарантиями работников и наградами предприятия. В актовом зале завода управления школьные преподаватели познакомились с главными специалистами завода. Заместитель генерального директора и директор по управлению персоналом Татьяна Ефремова сказала, что от педагогов нам важна обратная связь. Хотелось бы услышать предложение учителей по программе профориентации. Гостям предложили к просмотру информационный ролик о нашем предприятии. Далее учителей ждала обзорная экскурсия по территории Тольятти Азота, где в качестве гидов выступили главный инженер Владимир Федянов и главный технолог Андрей Кобылин. Школьные химики имели возможность составить свое представление о масштабах производственной площадки завода. Первым цехом, который посетили гости, была центральная заводская лаборатория, где они познакомились с ее структурными подразделениями. Преподаватели увидели современное оборудование для проведения различных анализов. Им, как химикам, это было близко и интересно. Продолжилась экскурсия учителей на ЦПУ 6-го агрегата АМИАКа. Учителя химии являются важным носителем информации для школьников. И они могут транслировать все, что они увидели на предприятии, уже внутри, нашу историю, нашу технологию, рабочие места сотрудников. То, что мы модернизируемся, то, что мы развиваемся, чтобы они могли эти сведения передать уже ученикам, которые поможут им сделать правильный выбор в будущем их профессии. Тольятти Азот сотрудничает со многими школами города по программе профориентации. Информация о нашем предприятии будет более достоверной и лучше восприниматься школьниками, если о ней расскажут учителя, которые сами побывали на производственной площадке завода. Редактор субтитров А.Семкин